Здравствуйте! Эстонию Путин оставит на закуску, растерзав Литву, Польшу, Латвию. Эстония ему не нужна. Она попадет на эту войну за компанию, для коллекции, просто чтобы заполнить пустую клеточку Российской империи. Эстонии не повезло с соседом, и потому веками творится одно и то же. Захватывать Эстонию Путин не станет. Он будет ее уничтожать. Планомерно убивая из приграничного района всем ракетным и артиллерийским арсеналом, который к тому моменту у него останется. Гопнику всегда боятся дать сдачи, ведь у него ножек. Поэтому Россия будет неспешно, неприцельно просто стрелять, а мир выражать глубокую озабоченность. До этого мировая общественность выразит сочувствие всем предыдущим жертвам, теперь и Эстонии, как у мудрого Городницкого. А все вокруг как будто за и смотрят ласково в глаза, громко воздают тебе хвалу, а ты добыча для ворон, и дом твой пуст и разорен, и гривенник пылится на полу. К моменту нападения на Эстонию никаких соседей в живых не останется, а те, кто следующий, продолжат заниматься собой и уговорами гопника. У них на глазах Путин расстреляет в Эстонии все, до чего дотянется, изуродует, нагадит, поломает, разрушит, без выгоды. Лишь потому, что может и никто в мире не смеет ему возразить. Абсолютная власть порождает абсолютную безнаказанность. И уж если Путин спокойно убил главного человека в стране, надежду России и ее последний шанс, Навального, а мир вежливо проглотил уничтожение своего, трудно ожидать щепетильности к чужому. Насколько возможна наземная операция, такая вероятность остается со всех направлений и со стороны Латвии, и напрямую из России через границу. А если Путин начнет терзать Балтию не по очереди, а сразу, одним фронтом? Возможен и подобный сценарий, но тогда придется охватывать очень большую территорию, сил на которую слишком мало. Протяженность сухопутной границы России с Эстонией – 325 километров, с Латвией – 270. С Литвой общей границы нет, здесь Беларусь. Протяженность границы – 679 километров, еще 173 километра границы Беларуси с Латвией. В совокупности это дает 1447 километров фронта. Проще неспешно доедать всех по одиночке, чем иметь сплоченную коалицию, которая в рот не помещается. Эстония к войне начала готовиться сразу, как только освободилась от Советского Союза. Весь предыдущий опыт доказывал угрозу со стороны России и обязывал иметь армию и разработанные Генштабом варианты. Изо всех трех бывших прибалтийских союзных республик только Эстония сохранила обязательную срочную службу и комплектование армии по призыву. Согласно закону о всеобщей воинской повинности, все мужское население в возрасте от 18 до 28 лет обязано отслужить. Сроков два – от 8 месяцев до 11, в зависимости от специальности. Тем самым, начиная с 1991 года, страна готовит активный резерв, позволяющий в случае войны сформировать несколько дивизий. На сегодня армия Эстонии очень маленькая. Вместе со служащими вся ее численность составляет 7200 человек. В год через призыв проходит 4000 человек. Именно они формируют резерв. По официальной статистике, годных к войне мужчин в возрасте от 15 до 49 лет в Эстонии – 216 483 человека. Обратите внимание, что учетный возраст начинается с 15 лет. Это говорит и об отчаянии, и о патриотизме. Но возможное присутствие на войне 15-летних детей создает ощущение безнадежности. Зато все, кому больше 19-ти – это прошедшие срочную службу солдаты, умеющие стрелять. Понимая, что навык утрачивать нельзя, Эстония постоянно проводит сборы и учения. Это не похоже на происходящее в России, где по колхозам собирают спившихся мужиков и на месяц загоняют воинские части на сборы, где они маются от безделия и страдают от похмелья. Эстония тренируется всерьез. На этот Новый год у резервистов Эстонии был тост «Надо быть готовым, война уже завтра». Оборонная доктрина Эстонии – самая неординарная в регионе. Пресс-советник Генерального штаба сил обороны Эстонии Артур Захаров сообщил, что, во-первых, задача вооруженных сил – предугадать момент возможного нападения. Поэтому все возможности разведки, наблюдения, мониторинга обращены к территории вероятного противника и круглосуточно отслеживают перемещение, логистику, действия неприятеля. Современные состояния техники и применяемые методики позволяют поименно знать весь личный состав частей, наблюдать за карьерным ростом офицеров, знать состав семей, видеть меню в солдатской столовой и знать табельные номера инвентарного хранения боеприпасов на складах. Во-вторых, и это самое удивительное, оборонная доктрина Эстонии не допускает сначала потерять территорию, а потом отбивать ее силами НАТО. Задача Эстонии – предотвратить сам сценарий, потому что страна не хочет войны. Эстонии она не нужна. Но если цель армии – не потерять территорию, значит, Эстония должна напасть первой. Согласитесь, звучит необычно. Присматривая за Россией в виде подготовки к нападению, чтобы не пустить к себе врага, его надлежит уничтожить на подступах. Значит, превентивно ударить по России всеми своими вооруженными силами. Вероятность российского вторжения прямо сейчас эстонская разведка оценивает как около нулевую. Пресс-советник Генерального штаба сил обороны Эстонии Артур Захаров докладывает, что по ту сторону границы пусто, там почти ничего нет. Российские воинские части поблизости с эстонскими границами никогда не были настолько пусты. Они сейчас целиком и полностью заняты в Украине. Они понесли ощутимые потери. Для того, чтобы восстановить этот потенциал, потребуется время. Если они завтра закончат боевые действия, вернутся в свои части и займутся заново восстановлением своего потенциала, уйдет как минимум год-полтора. Но ректор Академии сил обороны Эстонии, бригадный генерал Вахур Карус и эксперт по безопасности Эрки Корт тем не менее предложили параллельно со срочной военной службой ввести гражданскую службу по призыву. На нее можно было бы призывать и женщин. Потому что опустевшие воинские части российской армии не обезлюдили страну, и угроза войны с каждым днем все серьезнее. Свою армию Эстонию сразу начала строить на непривычных для русского уха принципах. Главный постулат – солдат ценится как представитель нации. Это не расходный материал, не обезличенный предмет на плацу, не объект дрессировки. Поэтому в эстонской армии нет дедовщины. Зато есть удивительные бытовые условия. Спальное помещение на одно отделение, шкафы для личного имущества, стиральные машины. Солдатам разрешены любые гаджеты в любое время. Служба занимает пять дней и только рабочее время. Вечером для солдат – компьютеры, телевизоры, библиотеки. Выход из части свободный. Если вечером хочется в город в кино, сел и поехал в город в кино. Выходные дома. В пятницу вечером уехал из воинской части, в воскресенье вечером вернулся. Самое необычное в эстонской армии – круглосуточный доступ к оружию. Оно не под замком. Если хочется позаниматься с оружием, почистить, поупражняться – всегда открыто. А еще в оснащение каждой воинской части Эстонии в обязательном порядке входит полноценная сауна. Без этой национальной особенности армия не считает нужным держать людей. Все это сделано для того, чтобы в такой армии хотелось служить. Столь человечное отношение дает результат. Никого не надо ловить повесткой, высылать наряд полиции, конвоировать в часть. Ребята идут сами. Большинство в эстонской армии – добровольцы. То есть они вообще идут без повесток. Просто на том основании, что уже исполнилось 18 лет. У добровольца есть единственное привилегие – право выбрать батальон для службы, что означает право выбора не столько места, сколько военной специальности. Это непривычно звучит, когда у человека в армии спрашивают, чего он хочет, и обустраивают соответствие с его интересами. В эстонской армии допускается возможность служить еще и женщинам, но только добровольно. Офицеры и сержанты – контрактники, профессионалы. Многие из них еще помнят советскую армию. И потому строят свою армию по обратным принципам, главный из которых столь очевидно отличает вооруженные силы двух стран. Армия – это не тюрьма. Эстонская армия входит в состав сил обороны Эстонии. То есть это не одно и то же. Помимо армии, сюда входит Союз обороны Эстонии, Катселит, в военное время присоединяются еще полиция и пограничники. А теперь еще и добровольческая армия из гражданских лиц, которая тренируется по выходным и готовится к вторжению России. Эта армия появилась только в нынешнем году. В ее основе люди, не попавшие в резерв по возрасту, состоянию здоровья, в силу отсрочек, им не полагается. Но они хотят. Их негласный лозунг «Поднимемся с диванов». Но опора, резерв, гордость Эстонии Катселит, сформированные на добровольной основе войска территориальной обороны. Они возникли 17 февраля 1990 года, то есть еще до выхода Эстонии из состава Советского Союза. Не с нуля. Впервые Катселит Эстонии сформировала в конце 17 года. Поэтому сейчас это реанимированный опыт времен буржуазной Эстонии. 15 дружин во всех 15 уездах. Примечательно, что официальная власть вообще не участвовала в воссоздании Катселита. Она его опасалась, что не остановила людей, покупавших на свои деньги оружие и форму. Зато потом стало понятно, насколько важен такой резерв по-настоящему свободных людей, хранящих дома пулемет и готовых начать войну с врагом прямо со своего порога. После чего Катселит получил поддержку властей, став заодно важным элементом демократии страны. Офицерские кадры для Катселита готовит армия, сержантов сам Катселит. Отдельные программы для тех, кто служил в армии, тех, кто не служил. Тренировки проходят по выходным. Помимо них проходят отдельные тренировочные сборы в любую погоду, круглый год, в лесах и полях, с ночлегом в палатках. Пол субботы, пол ночи, пол воскресенья, стрельба, теория, марши, тактика, затем по домам, чтобы утром понедельника выйти на работу. Сухой закон. Заглоток спиртного отчисления из Катселита, что считается позором. Катселит — это бессрочно. Желание служить и воевать не имеет ограничений, делится на три группы сложности, оставляя возможность каждому быть при любимом деле, вне зависимости от возраста и кондиций. Поэтому у основного кадра стаж тренировок, боевого слаживания и военной подготовки превышает 20 лет. В мае 1923 года правительство Эстонии увеличило численность личного состава сил обороны в военное время с 26 700 военнослужащих до 43 700 военнослужащих. Резерв армии составляет 40 000 человек, Катселит — 16 000 человек, но вместе со всевозможными резервами — 26 000. Вот всеми этими силами Эстония и не пустит на свою землю врага. Для чего в ее распоряжении армия обороны Эстонии численностью 7 200 человек, запас — 40 000, ополчение, Катселит — 16 000 человек, мобилизационный резерв страны 216 483 человека, армия России численность 2 209 130 человек, запас — 25 000 миллионов. Как ни странно, у России тоже есть ополчение, официально оно приписано к ДНР и ЛНР численностью не менее 44 000 человек, мобилизационный резерв — 2 миллиона человек. Всегда уместный городницкий, нас осталось мало, вспомни, как когда-то, пели мы бывало, встанем, как и прежде, палец на струну в яростной надежде выиграть войну. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова